Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о том, как же будет складываться Android разработка в 2023 году. Я, во-первых, дам новую информацию по своему курсу, во-вторых, я отвечу на часто встречающиеся вопросы по поводу обучения Android разработки, не только на моем курсе, а в принципе в целом. И расскажу о своем видении, как это будет происходить в 2023 году. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Во-первых, хотелось бы начать с объявления о том, что стоимость обучения на моем курсе с нового года увеличится. Оно не точно увеличится. Я планирую увеличить. Может, оно не увеличится. Я посмотрю. Но планируется увеличение в январе. Смотрите, у меня есть два пакета. Бюджетный и премиальный. Разница в нем в том, что на премиальном есть консультация, обратная связь от меня и проверка домашних заданий. А на бюджетном только видеоуроки доступны. Так вот, на бюджетном пакете, в котором доступны видеоуроки, отменяется помесячная оплата. Вы можете в бюджетный пакет, если вам не нужна консультация, вы можете купить сразу бюджетный пакет, сразу с оплатой за весь курс. Весь курс будет стоить 5000 рублей. Если вам нужны мои консультации, то при помесячной оплате, сейчас помесячная оплата составляет 3000 рублей в месяц на премиальном пакете с консультациями. Когда произойдет повышение цен, это планируется в январе, то в месяц будет стоить 5000 рублей. А покупка сразу всего курса с безлимитным количеством консультаций будет стоить не как сейчас 7000 рублей, а будет стоить 10000 рублей. Мой курс является уникальным. Во-первых, там актуальные технологии, во-вторых, уникальный подход с возможностью оплаты помесячно, плюс уникальный подход чисто с практической стороны. Кроме того, по факту, вы как бы платите за обучение в группе, но по факту я работаю с вами один на один. И если мы будем брать основные курсы, которые есть на рынке, то вы можете зайти в Geekbrains, Метологию, Skillbox, Skillfactory, то увидите какие расценки. Расценки там в районе 100 тысяч рублей за курс, а качество обратной связи очень низкое, потому что преподаватели, которые туда приходят, они приходящие. И они не имеют никакого отношения к созданию программы курса, к записи курса. Они просто приходят и рассказывают то, что им сказали. И поэтому там было такое низкое качество обучения. Почему я это взял вообще, чтобы на плохое качество обучения? Ну, потому что ко мне в месяц 2-3 человека стабильно приходят с таких курсов премиальных, типа как Geekbrains, Метология, Skillbox, Skillfactory. Вот оттуда они приходят и очень сильно жалуются. Во-первых, говорят, что там устаревший материал. Во-вторых, нет обратной связи. И вообще ничего там не понятно. Поэтому это первый аспект, который я хотел затронуть. О том, что расценки, скорее всего, поменяются. Но не точно. Поэтому, если вы хотите записаться по актуальным сейчас, по ценам, которые сейчас есть, то есть на которые намного дешевле, то можете записаться сейчас, а обучаться в любой момент. Когда вам удобно, тогда начнете. Либо можете забронировать себе место на следующий год по старым ценам и начать в любой момент в течение года. Так же это все можно сделать. Ну, а теперь мы идем дальше. Смотрите, мне часто спрашивают такой вопрос, который меня изначально начинает бесить немножко. Какую книгу посоветуете для изучения Android-разработки? Если вы изучаете профессию, которая связана с актуальными современными технологиями, которые широко используются в бизнесе. Разработка сайтов, то есть либо веб-фулт-спек разработка, либо фронт-энд разработка, либо, ну, бэкэнду еще это может подойти, либо фронт-энд разработка, либо, допустим, Android-разработка, либо iOS-разработка, либо GameDev, допустим, даже, то мы забываем про такое явление, как книги. Потому что книги быстро устаревают. Если вы хотите получать актуальное обучение и как можно оперативно выучиться на современную профессию программирования, да, то есть я назвал эти профессии, это фронт-энд, Android-разработка, iOS-разработка. Но бэкэнду, бэкэнду не сильно, как бы, улавливается, но все же, если вы в бэкэнде, допустим, изучаете Python, Django, Node.js, на JavaScript, то также мы забываем про книги вообще напрочь, просто напрочь. Книги это фундаментальное образование. Книги можно почитать про структуру данных, про архитектуру, про алгоритмы. Но если мы говорим про вот такие технологии, которые вы будете использовать в профессиональной деятельности, книги не актуальны совершенно, они не дадут такой полноты, как другой подход. Во-вторых, они, скажем так, несут в себе информацию, которая быстро устаревает. Android-разработка динамично все меняется, не так, как на фронт-энд-разработке, но она динамично обновляется, появляется что-то новое, и книги быстро устаревают. Про книги забываем. В качестве источника информации, если вы хотите обучаться самостоятельно, берете программу обучения, которая нужна вам. Как вставить программу обучения? Можете любой актуальный курс найти, посмотреть, что там изучают, либо посмотреть вакансии на нужного вам разработчика, посмотреть, что требует. Ставите программу обучения и ищите. Даже не YouTube. Я вам не советую смотреть обучающие ролики на YouTube, как бы это ни казалось странно, если вы идете на самообучение. Если нужно какой-то момент уловить, то можете посмотреть. Просто проблема с YouTube в том, что ролики слишком затянуты, слишком долго вы будете узнавать, как это сделать. Кроме того, частенько не дается код, который используется на уроке. А если вы берете, гуглите это, смотрите статьи в текстовом режиме, то там, во-первых, можете скопировать код, во-вторых, быстро просмотреть, подходит вам эта технология или нет. То есть, по поводу YouTube, YouTube дает, скажем так, его минус в плане обучающих роликов, это затянутость обучения. То, что вы могли в текстовом режиме изучить за полчаса, на YouTube вы можете час изучать. То, что за 10 минут будете на YouTube полчаса изучать. Нет, там все наглядно, там хорошо. Я сам выпускаю YouTube ролики иногда, помыть мастер-классы различные, ну на простые темы. Но я по себе знаю, что в текстовом режиме это все быстрее усваивается. Какие статьи нужно искать? Ищем статьи на английском языке, в англоязычном Google, сроком давности не выше года полтора. То есть, все только актуально, книги не подходят. И я вам советую даже, ну можете посмотреть ролики, конечно, на YouTube, иногда не бывает даже, если что там бывает, мы можем найти только это на YouTube, но я не советую слишком занимать свое время по рассмотрам YouTube, потому что это только отсрочит достижение вашей цели, стать Android-разработчиком. Поэтому лучше вообще записаться на курс и обучаться. И все. Но опять же, за все курсы не могу сказать, ко мне приходите, я вас обучу оперативно и качественно. В чем сложность Android, обучения на Android-разработке? Я, честно говоря, я обучение Android-разработке как бы разделил на три ступени. Первая ступень это вход. Сложно войти в Android-разработку. Если не нету человека, который вас направляет, то это очень сложно, непонятно, за что хвататься. Понятно, что нужно изучить основу, установить Android Studio, изучить, да, основы Kotlin, но дальше, что в основах Android изучать, что верно, что нет. Тем более в открытом доступе очень часто демонстрация плохого кода, который далек от жизненных реальностей, потому что ни один такой серьезный разработчик не будет бесплатно публиковать какой-то контент. А если он публикует бесплатный контент, то это с целью, чтобы вы приобрели у него что-то платное. Это всегда так работает. Никто не будет тратить свое время просто так. Поэтому первый вход, тяжелая ступень, понять, что нужно изучать в самом первом этапе. Вторая сложная ступень, это ступень в познании работы с базами данных. То есть, как работать. Это, оно несложно восприять и просто нужно сломать свой мозг. Просто мозг сначала не будет это все воспринимать. Нужно сломать свой мозг и понять, как это работает. Это относится к базам данных и к пониманию архитектуры, в данном случае MVVM. То есть, понять именно уже такие более сложные вещи, как работать с базами данных, как поднять сервер, как получать данные сервера, перезаписывать это все, локальную базу данных SQLite и работать с этой базой данных SQLite через библиотеку Room. То есть, сложность именно с локальной базой, как понять, понять, как, во-первых, работать с локальной базой данных на устройстве, это база данных SQLite через библиотеку Room. Сложность понимания сервера, как поднять сервер, как создать там базу данных MySQL, MySQL, как мы можем написать запросы к этой базе данных, как мы можем получить эти данные через библиотеку Retrofit, как перезаписать эти данные, локальную базу данных SQLite на устройстве, в котором мы работаем через библиотеку Room, и вот работать через корутин, и вот это все по архитектурам, паттернам MVVM. Вот это очень сложно понять, но, опять же, я помогаю на курсе это понять. И третья ступень, это страх. Страх начать что-то делать. То есть, третья ступень, то есть, вы вроде все знаете, но вам страшно начать что-то делать. Это нужно просто перебороть, это психологический аспект. И далее, очень часто, что у меня начали спрашивать по поводу трудоустройства, что сложно стало трудоустройство, вот особенно последние месяца это начали, сложно стало трудоустроиться. Ну, для того, чтобы, у меня много уже роликов, даже в это месяце выходили на эту тему, но для того, чтобы без проблем было вам трудоустроиться. Просто не нужно делать то, что делало 90% всех, кто это пытается сделать. Идут просто без ничего. Просто с тупо осознаниями, с какими-то пробами. Вот я пробовал это, пробовал это, вроде знаю, вроде получается. Но без реального проекта. И такие люди, они ассоциируются с людьми без опыта. И таких поток идет. И они все друг на друга похожи. И таких нет смысла даже брать на работу. Поэтому что вам нужно сделать? Во время обучения, я обычно это советую со второго месяца, после того, как вы освоили базу данных. Хотя бы SQLite, работайте с ней через библиотеку Room. Начинайте писать свой проект. И выдавайте этот проект за стартап, на котором вы работали в районе года. Просто вы должны на этом проекте проработать все основные технологии, которые используют Android-разработчики, которые требуются от Android-разработчика. Основы Android, естественно, внешний вид приложения, библиотека, материал дизайн. Работать с сетью библиотека Retrofit, работать за дизбан, за данных SQLite через библиотеку Room. Используйте корутины, делайте это все по архитектурному паттерну ВВМ. С применением ViewModels делайте инъекцию зависимости, либо через Coin, либо через Dagger. Вот это все вы должны проработать на мобильном приложении. Я советую для простоты делать мобильное приложение, либо для интернет-магазина какого-то, либо делать приложение по созданию списка покупок, либо списка задач. Идеально подходит, все это прорабатывается на таких приложениях. Поэтому сложно ли устроиться на работу по должности Android-разработчика? Не сложнее, чем это было сделать 2 или 3 года назад. Точно так же нужно что-то показать, что вы себя что-то представляете. А не идти тупо, я что-то пробовал и все. Нет, нужно показать какой-то свой проект. Просто доведите его до такого состояния, чтобы он не был похож на рабочий проект, а был похож на коммерческий проект. Трудоустроиться можно. Буквально мы вчера, мы на прошлой неделе в компанию взяли 2-3 Android-разработчиков. Я не помню точно, по-моему, 3 взяли все-таки Android-разработчиков. И ребята, которые... Двоих, да, трех взяли. Двоих я взял с курса, которые закончили по премиальному пакету. И одного человека мы взяли с улицы. Но опять же, их было несколько этих Android-разработчиков. Но мы взяли того, у которого был проект. Мы, да, конечно, понимали, что это учебный проект, но он его сделал как коммерческий. Мы взяли такого человека. Поэтому трудоустроиться можно. Вся эта паника, она совершенно необоснованная. По поводу, мне говорят, о смыслах XML, сейчас нужно изучать Jetpack Compose. Давайте так. Если вы в регионе... Вот я говорю про Россию. Если вы в регионе, миллионный город, как у меня Ростов-на-Дону, там Краснодар, неважно, Екатеринбург, неважно какой город, крупный город, зайдите в Headhunter, хотя я против, я считаю, что трудоустраиваться нужно не через Headhunter, нужно хороший аккаунт о LinkedIn иметь. Идете в Headhunter, пишете Android-разработчик Jetpack Compose. Посмотрите, что вы увидите. Я, например, вот я вам, наверное, видео даже сейчас ставлю, посмотрите на экране. Я в своем городе ввожу Jetpack Compose, Android-разработчик. Ни одна одной вакансии не пишет, что нужно знать Jetpack Compose на Android-разработке. И я захожу в Москву, если вы в столице, в Москве, допустим, да, я захожу в Jetpack Compose, там, конечно, куча вакансий Android-разработчиков. Итак, мы заходим, когда на город Москва, и там просто эти сотни, если не больше тысячи, вакансий Android-разработчиков, ну, очень много вакансий Android-разработчиков, там сотни, скорее всего. Но если мы делаем Jetpack Compose, у нас, хотя мы выбираем Москва, но у нас показываются по всей России 25 вакансий. Я выбрал Москва по всей России, 25 вакансий, где есть упоминание Jetpack Compose. Я вас уверяю, в большинстве этих вакансий будет Jetpack Compose как бонусом. То есть, по факту, Jetpack Compose нужен на ограниченном количестве вакансий. То есть, получается, что сделать ставку на эту технологию как основную не имеет никакого смысла, так как, ну, вот, по моему опыту, меня смотрят, меня обучаются, у меня люди с регионов. В регионах вообще-то они требуются, Jetpack Compose. Требуются, в основном, таких, наверное, каких более, типа, продвинутых стартапов. И то это сосредоточение, в основном, в Москве, их всего лишь по России 25 вакансий. Ну, то есть, это не, я считаю, что не стоит делать ставку на эту технологию как на основную. В дальнейшем, в будущем, через несколько лет, да, возможно, но не сейчас. Поэтому, если будет стоять выбор, между кого взять, человека, который знает стандартный подход через XML, или человека, который знает подход через Jetpack Compose, выберу человека, который знает подход через XML. Потому что куча всех, там, наверное, 90% приложений, которые написаны, они написаны на XML. И в любом случае, если нужно будет даже переходить на Jetpack Compose, нужно будет, нужны будут люди, которые знают XML. Без XML вы никуда дальше не пройдете. Даже если вы в совершенстве будете знать Jetpack Compose. Jetpack Compose нужно в настоящий момент, даже в 2023 году, изучать только как дополнительная и бонусная технология. И не делать на нее упор сначала. Изучаем сначала само основное, а Jetpack Compose можете либо по вечерам, либо потом, когда у вас есть время, дополнительно поизучать. То есть, не нужно делать сейчас всю свою ставку на Jetpack Compose. Это, по меньшей мере, глупо. В целом, вот так вот я вижу изучение Android-разработки в 2023 году. Первое видео в 2023 году, которое выйдет, это будет, что нужно знать Android-разработчику в 2023 году. Я каждый год выпускаю roadmap для Android-разработчика. Первое видео будет как раз-таки такое видео. Ну, а на сегодня это у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. То есть, еще на этой неделе выйдет видео. Всем пока.